Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобиля марки Грейт Волл. Итак, в сегодняшнем видео. Грейт Волл Ховер H5 с мотором 4D20, дизельный. Из Ивановской области, город Плёс. Значит, проблема следующая. Приобрели автомобиль, немножко покатались, застучал. Ну, кто-то там, может быть, из знакомых сказал или еще что-то. Это стучит форсунка. Отремонтировали форсунки, поставили. Стук никуда не делся. А что же это было, смотрите в ролике. Так, собственно, вот наше подкапотное пространство. Как вы можете видеть, впускной коллектор уже снят. Форсунки сняты. Форсунки были на ремонте. Но, зная ивановских дизелистов, я, пожалуй, все-таки отдам их на проверку. Потому что, как я говорю, мы с ними уже сталкивались и не раз. И форсунки после их ремонта что-то как-то не очень-то и работают. Вот. Значит, здесь проблема у нас идет со стуком двигателя. Думали форсунки. Подремонтировали там форсунки. Завели. Все равно стучит. В общем, разбираем мотор. Я так думаю, что, скорее всего, там уже кончились вкладыши. Так, тут приступили к разбору. Значит, турбина здесь уже мертвая. Как вы можете видеть, масла здесь дофига. Это уже такая причем. То есть, это все летело то, что сапуна. Ребята говорят, масло сливали сейчас. Масло со стружкой. Вот. Как-то вот так вот. Я думаю, что дальше будет интереснее. Ремень, судя по всему, совсем новый. Сейчас мы провернем, посмотрим, что за маркировки. Очень интересно. В общем, сняли головку. И видим вот такие набои от клапанов. Это есть и здесь. Это есть и здесь. Здесь вот почти его не видно, но это... Но вот здесь мы видим, то есть, по впуску било. Мы так понимаем, что вкладыши там уже заканчиваются. Но надо будет сейчас... Хотя вот по состоянию вроде поршневой. Не сказать... Держи, Паша. Не сказать, что здесь все как-то... Хотя вот идет прям очень такой четкий вертикальный задир. Хотя хотя... А вот так вот вроде смотреть. Все, поршневая все нормально. Сейчас. Как вы можете видеть, хон есть. Надо будет достать, померить его. Может быть, этим людям так же повезет, как товарищу из Питера. И мы обойдемся тупо хонинговкой и фрезеровкой плоскости. Будем надеяться. И так, тут мотор тоже уже извлекли. Значит, тут осталось уже как-бы немного. Сцепление сняли. Сцепление необходимо менять. Чуть позже покажу. Выжимной тоже туда же. Сальник коленвала задний уже течет. Причем течет достаточно нормально. Ну... Уже, как бы скажем так, не потеет. Вот. Сейчас дальше будем разбирать. Тоже будет видно. Ну, в общем-то, да. Вот оно, масло с покраплениями. Здесь какая-то гадость. Ну, оно прямо блестит масло. Ой, как оно хорошо блестит. Ой. Интересно, что там нас ждет неизведанного. Так, в общем, добрались мы до постели коленвала. По шатунным вкладышам здесь уже достаточно... Ну, вот, получается, четвертый, третий, второй уже сильно изношены. Первый только-только, скажем так, пошел. Есть предположение того, что форсунки лили, поэтому и произошел более быстрый износ. Здесь на постели коленвала центральная шея, вот она больше, скажем так, изношена. По самому коленвалу здесь в целом, я говорю, нареканий нет. Я говорю, отполируется. Потому что здесь ничего такого нету. Все чисто. Отполируем да соберем на этом коленвале. Сейчас вытащим поршня. Там тоже будем смотреть уже. Итак, ну что ж, блок у нас готов. Коленвал у нас тоже готов. Сейчас мы начинаем приступать к сборочке. Как вы можете видеть, у нас свеженький хун, новенькие гильзы. Сейчас мы приступаем к сборке. Укладываем коленвал, собираем поршня на старые шатуны. Потому что шатуны здесь нормальные, проблем никаких с ними нет. Новые поршня, новые вкладыши. Сейчас все это потихонечку будет обвязываться, собираться и внедряться в автомобиль. Итак, ну в общем-то блок мы собрали. Здесь у нас все хорошо. Вращается без каких-либо закусываний. Все прекрасно. Сейчас навесное довешиваем. И будем Унедрять это все в подкапотное пространство. Итак, блок у нас собран. Термостат и помпу оденем потом. Блок у нас здесь все собрано. Сцепление у нас естественно новое. Все это оригинальное. Корзина, диск, подшипничек. Сейчас выжимное еще поменяем и будем внедрять блок на свое место. Итак, как говорил один персонаж, говорит, Джонни, сделай мне монтаж. Для вас это мгновение, для нас пол рабочего дня. В общем, все установлено. Жидкости сейчас будем прокачивать, запускать. Точнее по топливу мы его уже прокачали. Антифриз залили. Масло естественно в двигателе. Сейчас будем запускаться. Собственно автомобиль запущен. Работает мягенько, нигде ничего не трясет. Надо будет единственное, что тут прокачать сейчас этот. Я не могу ему в биршпехер включить. Он падает в ошибку, видимо из-за воздуха в системе. Сейчас посмотрим. Покачаем, посмотрим. Итак, значит автомобиль нами отремонтирован. Все работает. Уехали, довольные, счастливые катаются. Что же с ним было, я вам в принципе показал. Все болячки, проблемы. Скорее всего, просто хозяева уже знали, предыдущие хозяева уже знали о том, что с мотором проблема. И его надо сливать, этот автомобиль. Вот очень много таких автомобилей к нам приезжает. Я об этом уже говорил. И буду повторять, что очень много таких автомобилей сейчас приезжает. Рынок БУ ничего не поделал. Ну а на этом все. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Не забываем жамкнуть колокольчик. Будете в курсе всех наших новых видео. Пишем комментарии. Всем отвечу. Всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока, пока.